Сегодня в эфире. Для этого, по мнению депутата, необходимо скорректировать образовательные стандарты для специалистов высшего звена, сформировать госзаказ на обучение кадров для здравоохранения вообще и руководящего состава в здравоохранении в частности. Это не потребует существенных затрат из бюджета, потому что все необходимые программы уже есть. Просто надо задать вектор в обучении управленцев нового формата и в медицине. Почему Медведев призвал экономить на администрации медучреждений, узнайте здесь, по мнению участников заседания, необходимо уйти от стереотипа, что медицина и управление – взаимоисключаемые явления. По словам Олега Рукодайнова, члена правления населенного пункта, объединения частных медицинских клиник и центров, главному врачу в современной системе здравоохранения просто необходимы навыки и умения менеджера и экономиста. Сейчас в России существуют специальные президентские программы по подготовке управленческих кадров. При наличии установок по подготовке менеджмента для медицины появится возможность переориентировать часть государственных образовательных программ, оптимально – 25% – на эту сферу. Поможет ли увеличение зарплаты удержать рядовых врачей в профессии? Читайте мнение главных врачей клиник Петербурга. Будь здоров и подписывайся на наш канал.